Сибирский государственный аэрокосмический университет сегодня это более 11,5 тысяч студентов. Но вполне возможно, что уже в ближайшее время желающих получить образование именно здесь станет гораздо больше. Этот вуз вошел в число опорных и теперь может рассчитывать на дополнительную поддержку федерального центра. 200 миллионов рублей именно столько будет получать обновленный вуз ежегодно в течение трех лет. Он в свою очередь должен стать более привлекательным для абитуриентов, заинтересовать лучших выпускников школ высоким уровнем подготовки и успешным трудоустройством в дальнейшем. Те студенты, которые обучаются в опорном университете, они в дальнейшем получат больше возможностей для своего развития. То есть у них впереди будет и магистратура, и аспирантура, и возможность защиты в диссертационном совете, который будет создан в этом университете. А эти университеты будут иметь преференции для того, чтобы создавать такие диссертационные советы. А это очень важно на самом деле для молодых ребят, чтобы выстраивать свою траекторию и в дальнейшем видеть свое место, может быть, в науке, может быть, где-то на предприятии. Опорный вуз создадут путем реорганизации. Сибгау и старейший вуз региона, Сибирский технологический, объединятся под новой вывеской. Краевые власти рассчитывают, что новая программа позволит высшему техническому образованию в крае сделать качественный скачок. Этот проект повлечет за собой и перенастройку исследовательской инфраструктуры, усиление инновационного блока университета. И мы ждем правительства края очень существенного участия этого университета в реализации проекта развития, прежде всего, инновационного развития Железногорска. Также должен влиять, безусловно, на генерацию кадров, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, на создание новых инновационных компаний. Нам важно, чтобы наши дети имели возможность получать достойное образование, чтобы обеспечить связь образования и экономики края, и социальной сферы, которая тоже является одним из крупных работодателей. Поэтому сейчас, через идею опорных вузов, мы хотим расширить вот этот перечень вузов, находящихся в Красноярске, но которые имеют более высокий уровень внимания со стороны федерации, со стороны профильных федеральных министерств. В Министерстве образования и науки отмечают, в создании опорного вуза это не просто объединение нескольких университетов. В течение трех месяцев СИБГАО должен представить ведомство программу развития на пять лет. Для качественного развития вузов недостаточно простого сложения бюджетов вузов и оптимизации расходов на административный персонал. Необходимы серьезные внутренние изменения, переход на студентоориентированные модели обучения. Массовых сокращений в связи с этим ждать не стоит, уверены в Агентстве науки и инновационного развития края. Максимум под сокращение могут попасть повторяющиеся управленческие позиции. А вот потребность в педагогах, напротив, может даже вырасти. Количество преподавателей в первую очередь зависит от их нагрузки. А нагрузка в свою очередь зависит от количества студентов. Но коль скоро мы собираемся увеличивать количество студентов, очевидно, что и спрос на преподавателей наоборот должен возрасти. Безусловно, мы надеемся на то, что и эффективность работы преподавателей тоже повысится. Возможно, изменения почувствуют и студенты. Эксперты предполагают, что требования для поступающих станут выше, а образовательные программы насыщеннее и разнообразнее. По сути, СИПГАУ и СИПГТУ станут флагманами нового подхода к высшему образованию. Анна Московских, Алина Штоколова, Денис Тимошенко, Павел Пателицын. Новости.